Как вы знаете, даже в своё время, в 2014 году, начали передачу военного имущества, техники. Несколько эшелонов было направлено из Крыма в Украину. И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Вот, пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму ещё есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевом состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была. За эти годы никем не обслушивалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолётов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу. Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит. Это опасно. Он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить тоже украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов. Как же запел гадёныш. Я, извиняюсь, не могу сдержать свои эмоции. Сейчас я прочитаю вежливый текст Матвея Гонопольского на эту тему. Но мои личные переживания... Ребята, присмотрите его речь еще раз. Послушайте, каким ангельским голоском он заговорил. Какие заниженные тона. Как все корректно. Мы поможем переправить в Одессу. Мы готовы работать с украинскими коллегами. Просто красотища. Но единственное, когда ты смотришь на наглую физиономию этого международного преступника, ты поражаешься его циничности. Как же он переобувается на лету, пытаясь всем показать, что он хороший мирный парень. И что как раз таки они, русские миротворцы, готовы работать вместе с Украиной. Вот же подлец. Россия предложила вернуть Украине военные корабли из захваченного Крыма. Песков прокомментировал это предложение так. Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность России в выводе наших отношений с Украиной из того пике, в которое оно вошло, и из того враждебного плачевного состояния, в котором они находятся. Видимо, Путин считает, что выход из пике, в которое вогнало Россию мир своей вооруженной агрессии и аннексии Крыма, состоит в передаче Украине советского старья, выпотрошенного к тому же зелеными человечками с российскими нашивками. Реакция Украины состоит из фраз, что вопрос изучается, как говорят в военном ведомстве, а из Верховной Рады и от прочих ведущих политиков уже прозвучала ожидаемая фраза «Крым на корабли не меняем». Уместно предположить, что предложение Путина будет Киевом проигнорировано и даже высмеяно, ибо очевидно, что Россия хочет изобразить из себя миротворца накануне введения новых американских санкций, которые будут носить уже персональный характер. И будет странно, если Украина поможет Путину, а любое принятие подобного предложения и вход в переговоры на эту тему – это шаг именно в этом направлении. А Путину даже и согласия не нужно, лишь нужно засыпать Украину и мир фейковыми идеями о мире и дружбе. Кроме того, любезное предложение Путина – помочь трансформировать корабли до Одесского порта продемонстрирует образное бегство Украины из Крыма, как будто фиксацию того, что Крым уже не украинский. Странно будет согласие на получение металлолома от Путина и на фоне поступления нового оружия из США и Европы, также при начавшемся переходе украинской армии на стандарты НАТО. Но особенно бессмысленным покажется этот шаг с политической точки зрения, ибо российская агрессия остановлена отнюдь не старыми кораблями, а мужеством украинских солдат и, главное, западными санкциями, которые только нарастают. И ежедневные разговоры в российских ток-шоу, где спокойно обсуждаются планы, как бомбить и захватывать украинские города, так и остаются бредом сумасшедших, ибо, понятно, любой вид новой агрессии против Украины будет стоить России фатально дорого. Конечно, право России предлагать не оспаривается, однако уже слишком новое предложение миротворца Путина напоминает бросание собаки пустой кости, и будет странно, если Украина согласится на подобное предложение. Матвей Гонопольский Редактор субтитров А.Семкин